В предстоящее воскресенье, 28 ноября, в России будет отмечаться День Матери. Эта дата в нашем календаре появилась больше 10 лет назад, и по традиции к ним приурочено чествование женщин, которые воспитывают трех и больше детей. О том, какая церемония награждения впервые и пройдет в День Матери в Волгограде, и какая в целом поддержка материнства и детства оказывается сегодня, в материале Марии Иванченко. Центральный район Волгограда – детская площадка, рядом с малышами и теми, кто постарше – мамы. Главный человек в жизни каждого. Мы поинтересовались, у женщин, как они относятся к появлению такой даты в календаре, как День Матери. Ответы звучали только положительные. По-моему, это очень важный праздник. Без мамы никуда. Отдельный День Матери особый, это уже не просто женщина, а мать. Но я думаю, это не лишнее все равно. Лишний раз поблагодарить матерей за их труд и вообще за все. Поэтому хорошо, я считаю. Чем больше таких будет праздников, тем больше, может быть, пользы будет. И молодежь будет больше как-то относиться уже с уважением. Это как-то поднимает культуру. И все-таки для людей это очень важно. Какие-то иметь традиционные праздники, которые могут отмечать все. Не только Новый год и День рождения. Поддержка материнства – одна из приоритетных задач властей разного уровня. Это выплата материнского капитала и родовых сертификатов, предоставление льгот по погашению коммунальных платежей многодетным семьям и мест в дошкольных заведениях. Что касается непосредственно Волгограда, то здесь уже не первый год работает программа обеспечения микроавтобусами горожан, которые воспитывают шесть и более детей. Кроме того, в областном центре началась реализация проекта «Пять шагов навстречу материнству». Женщинам предоставлена возможность бесплатно посещать спортивные залы и культурно-развлекательные центры. Введен дополнительный день работы женских консультаций. Родители могут также пораньше уйти со службы, чтобы провести лишний час со своим ребенком. Предоставляется дополнительный один час в неделю для мамочек, воспитывающих двух и более детей до 14 лет, затем для мамочек, воспитывающих детей инвалидов до 18 лет и одинокому папе или маме, воспитывающему ребенка до 14 лет. Час в неделю бесплатного времени он может отпроситься, написав заявление для выполнения родительских своих обязательств, 4 часа в месяц или 51 час в год. К слову, в нынешнем году в честь Дня матери, который будет отмечаться 28 ноября, 11 женщинам, которые воспитывают 5 и более детей, вручат почетный знак «Материнская слава Волгограда». К награде прилагается сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Это мамы особенные. Особенные по одной причине, что у них и 5, и 6, и 7 есть детей. Это мамы, у которых дети очень одаренные. Не просто достойные люди, но и одаренные люди, которые прославляют наш город Волгоград, которые вносят свою лепту в научное развитие, творческое развитие, в спортивную славу нашего города. Подобная церемония пройдет в областном центре впервые, и она станет признанием материнского труда. Но, пожалуй, главное признание каждая женщина слышит из уст своего ребенка. Скажи, как ты любишь маму свою? Я очень ее сильно люблю. Очень-очень. Мария Иванченко, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.